Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр. Сегодня у нас специальный выпуск. По просьбам трудящихся мы делаем небольшой экскурс и толковый словарь игрового сленга. Для тех, кто не в теме, для умудренных жизненным опытом аксакалов, для ваших вторых половинок, которые не играют в игры, но хотят разговаривать с вами на одном языке, и просто для тех, кто в семнадцатом вагоне нашего бронепоезда. Пара вступительных слов. Стоит сказать, что явление это на самом деле интереснее, чем кажется. Игровой сленг начинает входить в рецензии на фильмы и книги, встречается в аниме, используется в политических очерках для снятия напряжения дискуссии, и появляется то тут, то там, перестав быть языком только молодежи и геймеров. Слова становятся все более, с позволения сказать, литературными. Обычно это обосновывают просто эмоционально емким жаргонизмом или отуплением общества. Игровой жаргон служит не самой плохой альтернативой матюкам и отлично их дополняет. Но на самом деле причина тут совсем в другом и куда сложнее. Игровой сленг оперирует к игровым механикам и концепциям, описывает явления в реальном мире несуществующие, реалии, которые нигде больше не встречаются. Соответственно, других слов для оперирования подобными понятиями просто нет. И тут выясняется, что из этих самых игровых явлений, механик, концепций, получаются хорошие метафоры и ироничные аллюзии, емкие по смыслу высказывания, имеющие второе дно. Вы только не подумайте, к ценителям классической литературы мы относимся со всем возможным уважением. Скорее делаем обзорное видео для них, чтобы настоящие интеллектуалы могли хотя бы понимать, о чем говорят эти плебеи. Небольшой исторический очерк. Игровой сленг в России начал складываться после Перестройки в конце 90-х, где-то на почве Диабло 2, и окончательно сложился в середине нулевых с рассветом World of Warcraft. Большая часть самых ходовых понятий заточена на РПГ, но сложилась именно в ММО и РПГ, по весьма понятной причине. В онлайн-играх игрокам приходится общаться, отдавать команды, делиться знанием и опытом. Однако этот язык отличается большой универсальностью в плане жанров и игр. В языке геймеров много англицизмов. Игровой сленг у нас ненавидят не только борцы за чистоту русского языка, но и за чистоту английского. И на этой задорной ноте начинаем экскурс в дебри наиболее часто используемых игровых понятий. ХП, происходящее от Health Point, буквально очки здоровья. Цифровое выражение жизненного статуса того или иного субъекта. Не в том смысле, что у него ипотека просрочена, кредит за машину не выплачен, жена и дети достали. Нет, все не настолько жестоко. Подразумевается, сколько еще раз надо персонажа ударить топором, чтобы отправить его дальше по колесу сансары. Хилить, соответственно, исцелять запас ХП. Отхилиться — значит восстановиться. А класс персонажей, специализирующийся на откачивании и восстановлении товарищей, называется хиллер. А еще это название южнокорейской мелодрамы, где вообще нет геймеров, что неплохо иллюстрирует сегодняшнюю тему. Buff, от английского «buff» означает временную прибавку к параметрам и характеристикам чего-либо. Баффнули — значит жахнули и улучшили. Дебаф — наоборот, ухудшение, занижение. Персонажей, которые усиливают товарищи или портят жизнь врагам, называют, соответственно, бафферы и дебафферы. Дамаг, от английского «damage» означает урон, сила измеряемой атаки. Соответственно, дамагеры — это дамаг-дилер, то есть заливающий дамаг, хразящий врагов, наносящий урон. Дамажит — наносит ущерб. Большая часть персонажей в группе обычно дамагеры. Задача остальных — следить, чтобы их всех не перебили. Саппорт, от английского «support» — «поддержка» означает не только ящик для принятия жалоб и имя человека на другом конце провода, когда позвонил провайдеру после того, как отрубили интернет. Саппорт — еще и персонаж, который помогает другим сопутствующими действиями. Под саппорти, братуля, под форти немного. Танк, от слова «танк», что логично. Имеет частично русское происхождение. В классической триаде танка-дамагера-хиллера, задача танка — брать врага на себя, и пока тот пытается убить самого живучего персонажа, остальные спокойно делают свое дело. Танковать, затанковать — означает принять на себя удар, заагрить врагов. Агр — иногда агро, вероятнее всего от английского «aggression», то есть агрессия монстров, реакция монстров, их внимание — алгоритм наступательных действий, управляющий ими программы. Заагрились, сосредоточили свое внимание и агрессивные намерения на какой-то цели. Заагрил — отвлек на себя. Заагриться — это вцепиться во что-то зубами. Cast, собственно, от английского «cast», означает процесс применения скилла, то бишь способности, чтение заклинания. Кастовать — значит применять способность. Акцент делается не на перманентном эффекте, а на самом процессе применения. Кастер — это персонаж, которому требуется время на применение своих скиллов, но потом-то он жахнет как надо. Скиллы — от английского «skills», переводится как «навык», «способность» и, собственно, то же самое и означает. Действие наступательного или оборонительного характера, которое может прилететь в одну рожу или по площади. Понятие «скиллы» цинично применяется не только к игровым механикам, но и навыкам людей. Скилластый парень означает умелость и мастерство. «My skill, my legacy». Перк — от английского «perc» — «привилегия». Понятие, часто идущее в комплекте со скиллом, также подразумевает способности, но не активные, а пассивные, действующие все время. Зафигачили перков шутеры, теперь думают, что это РПГ? Вы только что прослушали самый короткий в истории обзор Rage 2. «Cooldown» или просто «откат» — происходит от английского «cool down» — «охлаждение после перегрева». означает время, необходимое для восстановления способностей или перезарядки чего-либо. Перерыв? У меня «cool down» с чашечкой кофе. «Party» — происходит от английского «party». Переводится как «группа участников мероприятия». Означает либо команду, объединенную игровой механикой, или сессии кооперативного режима игры. Если вы где-то слышали про рэперов, которые забились в квартире с наркотиками и куртизанками, затем устроили там раздолба и называется все это «party» — да. Это то же самое слово и практически с тем же самым смыслом. Из той же оперы «кооп», что означает просто «кооператив». Но это не тот кооператив, где приватизируют достижения народного хозяйства, а кооперативная игра. Нечто среднее между сингловой игрой, рассчитанной на игроков-интровертов, и массовой многопользовательской. Понять, где у вас заканчивается многопользовательская игра и начинается кооперативная, и где окончается кооперативная и начинается многопользовательская — это уже прямо очень тонкие грани жанров. Checkpoint от английского checkpoint. Обычно переводят как «контрольная точка». Check означает «галочку в листе». Пилот проверяет двигатель, видит все в порядке, говорит «check», проверяет закрылки, чек и дальше по списку. Point — это просто точка, в том числе и точка на карте, как, например, американская база West Point. Отсюда и checkpoint — место и статус, по достижении которого ваш прогресс автоматически сохраняют, и куда назад закинет вас машина времени в случае гибели. Не стоит путать сейв-зон — место, где можно сохраниться в случаях, когда делать это где попало запрещено. Понятие родом в основном из хорроров — небольшая безопасная зона, где нет монстров. Та самая уютная комнатка из Resident Evil с печатной машинкой, из которой очень-очень не хочется выходить. Respawn или respawn — от английского respawn. Скорее обозначает саму механику возрождения, а иногда и возобновления чего-либо, но чаще всего употребляется в контексте указания места, где это происходит. Монстры в классических онлайн-играх возрождаются и затем патрулируют в одних и тех же местах, поэтому респаун — метафора на места обитания. Волшебная страна, где респавнятся драконы, Ближний Восток — место респауна нефти, моджахедов и американской морской пехоты. Респаун — это еще и точка возрождения для павших в бою героев. XP, Expo или Experience — происходит от Experience Point. Означает опыт, баллы, которыми награждают персонажи за внутриигровые действия, отображающие пройденный жизненный путь, внутреннее развитие и работу над собой. Нужны для перехода на следующий уровень. 4X — не игровой жаргон, а журналистский. Означает Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Чувствуете железную поступь Дарта Вейдера в этих словах? Все правильное — это название жанра специфических стратегий, чаще всего космических. Хотя ярлык этот вешают куда ни попадя. Проблемы классификации в игровой индустрии — тема для отдельного видео. Просто запомните, что вся эта Explore может означать не только экспу, но и название известного жанра. Квест — значит, что такое квест? Идет, значит, курица к капитану мафии и говорит, «Я хочу вступить в мафию». А тот ей отвечает, «Нет никакой мафии». А, так, стоп, это не тот анекдот. Вот, приходит, значит, курица к кузнецу и говорит, «Слушай, Семеныч, петух горло сорвал, кукарекать не может, ему нужно масло». Пришла я к хозяйке за маслом, а та говорит, у нее корова не доится, без молока сидим. Пришли к корове, а та говорит, нужно сено. К мужику за сеном, и он сказал, что надо починить косу. Возьмешься? Кузнец задумчиво почесал репу, почесал и сказал, «Слушай, курица, может, я тебе просто масло дам?» А курица в шоке. «Что? И такой квест запороть?» Апп происходит, по всей видимости, от левел апп, поднятия уровня, но возможно происхождение от апгрейд, то есть обновления. Используется в обоих смыслах — поднятие уровня, развитие, улучшение чего-либо. Термин активно применяется в качестве комментария к правкам игрового баланса. Апнули как в смысле общего улучшения, что-то где-то довели до ума, так и в смысле простого поднятия характеристик, кого-то, где-то, что-то сделали сильнее, зубастее, более злым и опасным. И противоположное по смыслу понятие нерфить, понерфить, то есть в угоду балансу ослабить, уменьшить характеристики, сделать что-либо неопасным, бесполезным, менее востребованным. Иногда также означает «поломали баланс к чертовой матери». Непись, он же NPC, расшифровывается как Non-Player Character, то есть неигровой персонаж. Может означать кого угодно, кроме игроков, использоваться как для обозначения монстров, так и для разделения и подчеркивания неагрессивных функциональных персонажей, дающих или участвующих в квестах и предоставляющих сервисы. Непись звучит пренебрежительно и как-то созвучно с нежитью. Смысл примерно такой же. Темно, ни черта не видно, одна и непись с косами стоит. И тишина вокруг. Бот, боты, боты и прочие татаро-монголы означает в играх то же самое, что и чат-бот — программа, которая имитирует игрока, управляет игровым персонажем. Удобно, ты спишь, а твой персонаж качается. Обычно за такое банят, но всякое бывает. Ачивка — от английского achievement — достижение. Особый тип внутриигровой награды за уникальные действия и рекорды, характеризующийся особенностью которой является полная бесполезность. Не несет за собой ничего более соответствующей записи в личном деле. Зачастую является самой желанной наградой. Кемпинг — это не только возможность выехать на природу со всей семьей, разбить палатку и нажарить шашлыки, но и засесть где-нибудь с винтовкой в засаде и прострелить пару затылков. Кемпер — это коварный игрок, атакующий с выгодной позиции, действуя от обороны или из засады, использующий особенности местности. И неудивительно, что их не любят. Прокачаться и качаться — по смыслу примерно то же самое, что в спортзал сходить. Стать сильнее, нарастить огневую мощь. Известная присказка гласит «пока ты спишь, твой враг качается». Фармить — это увлекательный, медитативный, повторяющийся процесс истребления чего-либо с целью добычи денег, экспы или чего-либо другого. Может подразумеваться и борьба с галькой под ногами с помощью лопаты с целью докопаться до угля. Крафт, скрафтить, крафтить — это процесс создания чего-либо. Крафтер — субъект, делающий это. Юнит, от английского юнит, подразделение. В стратегиях это минимальная единица вооруженных сил, поддающаяся левой кнопке мыши. По классике — один мужик с автоматом или танчик, но где-нибудь в World of War это был действительно батальон или подразделение. Чар, от английского character, то есть персонаж, личностный субъект под управлением игрока. Обычно имеет национальность, расу, класс. Чардж или челлендж, от английского challenge. Означает преодоление сложности, борьба, вызов, страдания и сражения. И то и другое массой русскоговорящих игроков произносится одинаково. Древние римляне называли своих соседей с севера варварами, потому что все, что они могли расслышать в их речи, это было варварварварварвар. А вот если бы они дошли до России, то все, что они бы услышали, это чар, 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 чар. Хард и хардкор, от английского hardcore. На русский достаточно точно переводится как «жесть». Распространенное название игрового уровня сложности и определенных жизненных ситуаций. Стало названием одноименного боевика 2015 года. Обратное по смыслу easy, от английского easy. Это не только красивое еврейское имя, но и название легкой сложности, релаксации, простоты. Сказать easy, братва, значит спокойно, ребята, куда вы спешите. Расслабьтесь. Рандом. Как ни странно, с индийского хинди переводится как «случай». Означает любую игровую механику, основанную на методе случайного выпадения чисел. Корейский рандом – это особенно жестокая формула внутриигровой рулетки, характерной южнокорейским MMORPG, где вы вместо заточки эпической сабли получите шиш с маслом и поломанный артефакт. Карма. Еще одно понятие из индийской философии, означающее благосклонность небес или проклятие, в зависимости от баланса легитимных и осудительных поступков с точки зрения высших сил. Наш текстовик предполагает, что в игровой язык оно вошло из Fallout 2, где с кармой у человечества были проблемы. Но это не точно. Лут. От английского loot. Переводится «добыча». Классический трофей, добываемый с убитых монстров. Лутать, облутать – означает забрать добро, обшмонать карманы и снять шкуру. А лутер – это такой гаденыш, который собирает все ништяки, пока его товарищи сражаются и умирают. Что же такое лутбокс и чем он страшен? По сути, речь идет о сундучках, выдающих рандомную награду в каком-то диапазоне. Так называемый корейский рандом во всей боли и страдании. Хотя, конечно, на фоне настоящих корейских MMORPG, выходки от Electronic Arts – это корейский рандом на минималках. Конечно, технически, лутбокс существовал со времен Magic the Gathering – они появились еще раньше компьютеров. Но в обиход вошли и сравнительно недавно, как прием опустошения ваших карманов. Казуал, от английского casual, подразумевает игрока, который случайно включил компьютер и не понимает, что он тут делает. Основная масса игроков, пользователей и населения планеты Земля вообще вызывает лишь презрение настоящих true-геймеров. А все из-за процесса казуаливания игровой индустрии, когда игры начинают делаться случайным образом, случайными людьми со случайным результатом. Еще, казуаливание означает процесс упрощения как сложности, так и структуру игрового процесса. Но смысл казуальности в том, что не хотят и не умеют сложно. Игроки, разработчики, кто-либо, а не потому, что приняли решение делать просто. Noob вроде происходит от английского noob, но это не точно. Самое распространенное ругательство в игровом сленге. Означает как дуб зеленого игрока, новичка, не владеющего ни опытом, ни навыком и обделенного пониманием игрового процесса. Lamer, от английского lame, хромой. Еще один хвалебный эпитет, но не стоит путать с нубом. Lamer — это пользователь, испытывающий технические проблемы из-за своей неграмотности или проблем с железом. Если у вас тормозит интернет или проседает пинг, поздравляю, вы Lamer. Lamer ни в чем не виноват, у него провайдер такой. И на всякий случай, если вы не в курсе, пинг — это время отклика между вами и сервером. Чем короче, тем лучше. Есть бодрый боевичок Gamer, фильм 2009 года, где об этом немного рассказывают. И не стоит путать пинг с FPS, частотой кадров на экране в секунду. Требовательный не к работе сетей и серверов, а возможностям графического железа у вас на столе. Проблемы с тем и с другим приводят к лагам, зависанием, скачкам и тормозам разного характера. И это все тоже игровой сленг. Хороший пока боярский геймер, он как умелый богатырь, кое-что знает и про своего стального коня за корпусом системного блока. Insta — от английского instance, они же Dungeon & Dungeons, что означает подземелье, и во втором примере уже понятнее о чем идет речь. Отдельная игровая зона, куда игроки идут за приключениями, добычей и головой босса. Изначально в жанрах это были игровые вариации подземелий на тему ролевой настолки Dungeons & Dragons, но к нашим годам фантазия разработчиков ушла далеко. Да еще во времена начала World of Warcraft, в середине нулевых, Dungeons уже был больше технический термин. AOE — от английского Area of Effect, дословно переводится «эффект по области», а означает конкретно урон по площади. Equip — от английского equipment. Переводится скорее как «оснастка», но означает всего-навсего экипировку и то добро, что игрок наденет на своего персонажа. Не стоит путать с event, lead и expo. Event или event — от английского event. Чисто игровое слово, плотно вошедшее в нашу реальность, означает событие, происшествия, мероприятие, место действия, иногда процедурно генерируемый квест. Set — вы не поверите, от английского set. Означает комплект, набор экипировки или чего-либо, что можно использовать по частям, но выстраивается сет в комбинацию. А еще это древнеегипетский бог хаоса и опустошение. И хороший сет должен быть такой же, оставляющий пепел пожаришь позади. Build — от английского build — строить. Означает определенную и осмысленную конфигурацию чего-либо. Обычно речь идет о выборе перков и статов. Bind или bind — от английского bind — связывать. Звучит похоже на build, но bind означает совсем другое — привязку к клавиш-командам. Забиндить — значит забить какой-то алгоритм или действие на кнопку. MP. И вот то, с чего мы практически начали. Не думаю, что мне надо кому-то объяснять, что такое MANA. Она же MANA Point. Но мало кто знает, что данное название взято прямо из мифологии тихоокеанских туземцев. И означает оно там не только магическую теорию, но и такое, о чем рассказывать я не буду. Я часто в новостях говорю ААА-проекты. А что это значит? Три буквы А означает крупный бюджет, флагманский проект от солидного издательства и мощной студии. Какие еще бывают проекты? А никакие. Все, у кого достаточно денег или наглости, вешают себе ААА — маркетинг. А некоторые даже в наглости своей преисполнились настолько, что пририсовали еще одну буковку. Да так, что получилось квадрополой. Хотя разница-то, в общем-то, в одной этой буковке. Но существует такое понятие, как инди-сектор — некая противоположная крайность. Однако технологии стали куда доступнее, в то время как крупные издательства скупают друг друга и разваливаются. В результате мы видим не только огромное количество интересных проектов из инди-сектора. Но таким разработчикам уже нередко удается в плане графики и технического уровня положить на лопатки китов индустрии, которые слишком много кушают. Ну и подфинал DLC. Тут все просто — это название нашего канала. Ну а еще это расшифровывается как downloadable content — загружаемый контент. Как правило, платное дополнение. Аддон происходит от английского addon, что напрямую означает дополнение. Так чем же аддон отличается от DLC? Сейчас уже вспоминать сложно, но было время — дополнение продавали на отдельных дисках. Вот это и были аддоны — крупный калибр. Некоторые почти как сиквел, некоторые без почти. А некоторым и вовсе наличие оригинала не требовалось, называлось это самостоятельное дополнение. Пришел век цифровой дистрибуции — пришли DLC. Большинство из которых какие-то косметические вещи на коленке, сделанные разработчиками наперегонки с таймером в 15 минут. Чисто технически DLC от аддона ничем не отличается, в Steam их ничего не выделяет. Только ценник, да и тот не всегда. Но настоящий трушный геймер до сих пор помнит, что такое хороший аддон. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Обязательно напишите в комментариях, было ли это видео вам полезным, интересным и нужным. Или, быть может, мы что-то упустили. Кстати, если хочется продолжить, то в следующий раз можем поподробнее поговорить про игровые жанры и с чем их едят. Конечно же, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и бить в колокол. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. Засим откланиваюсь, всем добра!